Самолет на входе в бывшее Армавирское высшее военное училище летчиков давно стал знаковым местом города. В этом году к нему добавился информационно-скульптурный комплекс, открытие которого приурочили к 180-летию Армавира. Памятник, который был задуман и воплощен людьми, которые являются выпускниками данного училища, нашего училища. Люди, которые за свои средства ставят и делают такие уникальные вещи. Я хотел сказать всем выпускникам, всем офицерам слава и благодарности Виктору Николаевичу Фисун. Сказать огромное слава и благодарности предприятиям города Армавира, которые поддержали и выполнили благоустройство этой территории. И еще раз всех поздравить с праздником, с Днем города. Мы гордились, гордимся и будем гордиться нашим летным училищем. Это наша визитная карточка. Были и тяжелые времена, когда 8 лет назад мы стояли с руководством училища и прошел торжественный парад. И командир сказал с горечью, это последние летчики России. Теперь все поменялось, прекрасная материально-техническая база. И когда начали летать самолеты, и мои маленькие дети сказали, это драконы. Я говорю, это хорошие драконы. Пока они летают, поверьте ногу, у нас все будет хорошо. Увидеть долгожданное событие пришли местные жители, юнормейцы, школьники и главные виновники торжества, выпускники и ветераны летного училища. Среди них немало героев Советского Союза и России, военачальников и генералов. Открытие памятника посетил и генерал-лейтенант авиации в запасе Николай Крюков, который руководил училищем во второй половине 70-х. Это не просто дань тем поколения летного состава, летчиков-инструкторов, тем курсантам, которые обучались в Армавирском училище. А это символ того, что мы развиваемся, мы растем. И какие бы падения, сокращения, изменения не были, училище как таковое функционирует. Сейчас в Армавире расположена учебная авиабаза Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова. Его начальник отметил роль инструктора в жизни каждого летчика. Наши курсанты буквально через какое-то количество лет, они учатся пять лет, закончат училище, уйдут в жизнь, попадут в строевые части. Пройдет десятки лет, оглядываясь назад, у них будет много командиров. Командиры звеньев, командиры эскадрильи, полков, дивизий, армии и даже будут командующие военно-воздушных сил и главкомы. И, возможно, не все эти фамилии они пронесут через жизнь свою и вспомнят о них. Но одну фамилию или несколько фамилий – это первого своего летчика-инструктора и следующий, который будет переучивать на другие типы воздушных судов. Они будут помнить свою всю жизнь. Скульптуру летчика-инструктора и курсанта установили в честь всех выпускников и преподавателей училища. Идея о ее создании появилась несколько лет назад, и теперь мечта многих поколений армаверских летчиков стала явью. Композиция отражает один из эпизодов летной подготовки. Инструктор и курсант перед вылетом отрабатывают полетное задание. На территории комплекса положили новую плитку и установили дополнительное освещение. А справа от КПП появились информационные стенды, где каждый может узнать историю летного училища Армавира. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, их служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Редактор субтитров А.Семкин